Добрый вечер! Ну а на европейской территории погода добавит хлопот в первую очередь дорожным службам. Собственно говоря, эти заботы на Украине и в Молдавии уже начались. Снегопады, переходящие в мокрый снег, гололед и порывистый ветер, полный набор ненасти здесь наблюдается вот уже сутки. Во вторник эта зона продолжит свое движение на север и перекочует на Эстонию, Латвию, Литву, северо-запад России, восток Белоруссии и сохранится в черноземных областях и в центре. А на Украине и в Молдавии осадки ослабеют. Температура в этой обширной зоне будет примерно одинаковой. В центре, на северо-западе России и в Эстонии чуть ниже нуля, в Латвии, Литве, Белоруссии и на западе Украины близкой к нулю, а на востоке Украины 0, плюс 5. В среду и четверг эта зона ненасти практически прекратит свое существование, а температура на несколько градусов понизится. В зоне холодов в эти дни происходит своеобразное смещение центра тяжести. Самые трескучие морозы, страшно произнести, 45-48 градусов, ожидаются в Новосибирской и Томской областях. Температура днем минус 33-38. Ненамного слабее морозы будут в остальных областях Юго-Сибири, на Урале и севере Казахстана. А на севере и востоке европейской территории морозы хоть и ослабеют, но температура все равно будет намного ниже обычной для этого времени года. На этой карте показана преобладающая температура днем, а ночью до минус 23-28 будет в Коме Айсесер, а в Татарии местами и до 30 градусов мороза. В Ленинграде во вторник снег, слабая метель, температура днем минус 5-7. В Москве во вторник сильный ветер, ночью снег и метель, температура 7-9 градусов мороза, днем мокрый снег и гололед минус 1-3. В среду и четверг постепенное прекращение осадков и небольшое понижение температуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова